Ой, друзья, привет! Это Зинаш с красным носом, блин. На улице тупачок такой приличный. Сейчас, печатки надену. Опа! Ох! Покатаемся? Блин. Сегодня морозит такой приличный. Не посмотрела, сколько градусов. Досик вышел, овчарка. Весь белый. Как деревья. Вини. Осень это белый. Шерсть у него белая, не видно. Досик весь серебристый прямо. Время 9.32. Решила съездить к адвокату, к этому очередной пин-кадлер рывка дать. Как не позвонишь. Вот он, наверное, неделю назад с архива получил запись. там, где регистрировали отца моего свидетельства. Говорила, что у меня учета Мурза Галиевна. Мурка! Мурка! Ты мой муреночек! Мурка! Ты мой котеночек! Маруся Климова! Маруся Климова! А там нашли запись, не свидетельства, запись книги актов, что у него там через... О! Мурза Гали! Говорилось, как азбука Мурза, блин. Вон, собачек полно. Вот. На дороге поземка, прям, поземка. Правильно говорю, да? Такие вихры. Снежные. Пойдем-ка. Вот. Позавчера, в пятницу, или в пятницу, по-моему, ехала в город, он мне звонил, говорит, Зинаш, подъедь завтра, посидим, по кумекам заявление написать образец. Блин, ну что ты будешь делать, а? Я ему тогда говорила, Георгиевич, ты что, первый раз замужем? Он, нет. Ну, а что, какие проблемы, блин? Потом, вчера позвонил, в субботу он снег же разгребал. Весь день снег шел. Вчера позвонил, говорю, что приехать? Он говорит, да нет, не надо, у меня что-то давление. И начал про свои болячки говорить. Друзья, ну, кого чужие, проблемы щекочут, а? И сказал вчера, говорит, я завтра, завтра это, сегодня вечером набросаю, сегодня вечером набросаю образец, что ты будешь делать, это дальнобойщики, вот эти вот большие грузы. И вечером скину. Как обычно, никаких скидываний не было. Думала, блин, поеду опять пинкат для рывка, но он такой, ну, наверное, все, кто с ними работает, все такие, может быть, я тоже такая была. В тот раз же, помните, когда ездила, говорила, ну, месяц почти прошел, Георгиевич, ничего еще не сделал. Он мне мои же документы вытаскивает и объясняет, то, что я ему объясняла. Я ему так сказала, Георгиевич, ты, говорю, меня не зли. Я говорю, если это самое, я сама начну делать. А он-то деньги уже, наверное, скорее всего потратил. Он живет на съемной квартире, еще весь больной, как оказалось. Он говорит, у меня рак там, чего-то непонятное. И такое лицо, говорит, ты, что, сама будешь делать? Ну, потому что бабки же надо возвращать. Георгиевич, давай оставим, составь, хотя бы, в архивы все справки отправь, там посмотрим. А сегодня, друзья, не знаю, правильно буду делать, неправильно говорить. Слушай, Георгиевич, давай вот это отправляй, это не уголовное дело, никто никого не убил, никто никого не изнасиловал. Пока, блин. Время идет, уже за месяц можно было решение суда получить. Это простое дело. Скажу, я вычту у тебя с тех денег, которые заплатила. По-другому, друзья, нельзя, надо припугнуть его, блин. А уже деньги, которые в карман положит человек, уже с ними жалко же расставаться. Помните мультфильм советский был? Золотая антилопа. Там бедняк пришел, антилопа нашел, нашел, там несколько монеток золотых принес, этому султану, или там шейху, он говорит, ой, это мои, что ли? Он говорит, нет, нет, это мои золотые. Он пошел, свой сундук открыл, там полный сундук золота, монет, кинул. А тот говорит, ой, что ты наделал? ты смешал, говорит, мои монеты со своими, а тот, ой, сейчас объехать, что ли, нет, большой груз, блин, стоит, так что. О, какая молодец. Вот. И говорит, а что теперь делать? Он говорит, отдай мои, говорит, пять монет, по-моему. Он говорит, как же я тебя отдам? Говорит, если я сейчас тебе отдам, а вдруг там среди них мои монеты, а я свои монеты, свое золото никому не отдаю. Так и этот, наверное. но я скажу, в любом случае, скажу, Георгич, давай, если так будет канитель идти, я потом все деньги вычту. Я тоже баба дерзкая, резкая. Вот. Но, видимо, знаете, он в свое время, ну, в милиции, не скажу, прям, что все алкаши, но, особенно в уголовке, ребята хорошо прикладывались. Вот. И видно, что человек, видимо, не знаю, в свое время хорошо пил, тогда же перед Новым годом ему бутылку вина в презент презентовала. Он говорит, я же не пью. Я говорю, ну, не обязательно пить. Вот. так все, поеду к нему. С утра не звонила. Сейчас с утра куда он поскажет, что он без машины. Приеду оттуда, наверное, не знаю, как по времени. В бассейн а так приезжаешь, там как шпроты в банке, блин. Ну, посмотрю. Вот. Так что, этот товарищ такой, блин, смотрите, вон, машину завела, думаю, дай гляну антифриз, антифриз там есть еще, норма. Глянула масло, масло, штырь этот, на кончике чуть-чуть помасленное. Думаю, блин, доехала до магазина, там всегда покупаю масло, меняю у них же там в боксах. Здесь надо поменять, масло катается по поводу. 4 литра купила. Ну, молодцы, цены не подняли, как 2 100 было литр, так и осталось. Дороги прям поземка. Стала откручивать вот, куда масло купила, две поклажки. Стала откручивать, а тогда на Хонда-ЦТК ездила, там, видимо, он проверял, мужики же, закрутил, блин, я не могу раскрутить, стала раскручивать, у меня рука сорвалась, и прямо вроде и ногтей таких нету. ой, желтые, больший груз, сломался, или что, ты едешь? Едет гад, ты гондурасин, а, прижимается. так, сейчас пока за ним поеду, сейчас надо с левой стороны обогнать его, один-то другой, и еле открутила, солнышко, он выглядывает, тусклое, блин, заехала, купила, залила масло, маленько, потому что воронка где-то, воронка где-то маленькая, у меня, где-то в машине, не знаю, а с бутылкой, когда бутылка полная, еще наливается, она там проливается, покатилась, и потом заехала, заправилась бензином, 30 литров, 92-го, вот поехала в микроэнжелдус к непьющему, блин, вчера рассказывала же, да, что когда мой папа покойный, ну, с мамой приезжали в гости, туда, в горный гад, к нам в гости, ну, там, как-то с рекровкой жила, вот, и говорила же вчера, мой папа совсем не умел пить, несколько, рюмочек выпьет, и все, в ауте, а свекра, он прямо, держался всегда, и вот в гостях посидят, папа уже в дуплете, мама не пьет, и на веранду он выходит, обуваться, обуваться, папа как береза, стоит такой, в обувь не может, на это самое, а свекра, насчет этого молодец, он держится, видно, что выпишет, хорошо, но он держится, по лицу видно, что выпишет, а папа уже вообще никакой, блин, это масло западало, катается, вот, и стоит, мы вышли, и мне, знаете, честно, так стыдно, блин, подумают, что папа алкаш, папа не алкаш, но, выходные дни позволял себе, куда-то в гости пригласят, пригласят, выпить, и все, блин, как ты меня забодала, забодало, масло, ой, вот так поеду, я сама, как Юла, ещу, блин, так, проезжаем улицу Бартольда, мне, если на бассейн, то мне направо надо было, мы поедем прямо, о, хорошо, девятнадцатый регион, блин, девятнадцатый, семнадцатый регион, в Алма-Ате, так много стало, гаденыш, даже спасибо не говорит, вот, и папа хочет обуваться, и стоит, тут сам, это, мама его поддерживала, там я подошла, поддерживала, мне так стыдно было, и стоит, в ботинок не может, в туфли не может много попасть, ну, на шнуровке, мама на корточке села, ногу его в ботинок вдела, шнурки зашнуровывает, потом вторую, давай вторую ногу, вторую ногу тоже вдел, папу там держат, мама зашнуровывает, и я тогда запомнила взгляд свекра и свекровки, свекр, вы знаете, как бы вам сказать, он выпивший был, но, потому что я знала, что он выпивший, а так, ну, лицо красное, а так нормально, он, знаете, он посмотрел, как мама обувает папу, ну, наверное, не благодарность, а как бы сказать, а, уважение, знаете, вот с таким уважением посмотрел, смотрел на маму, что мама своего мужа обувает, что тот в гостях же был, сам Бог велел выпить, вот, она стоит, так смотрит, мама там на корточках, папа стоит, стоит возле косяка, мы там поддерживаем его, и свекр стоит, смотрит так, и потом на свою жену посмотрел, а свекровка у меня маленькая была, свекр высокий, выше моих родителей, а свекровка вот такая где-то была, он так на свою жену посмотрел, она на него посмотрела, такая, вот этот взгляд я никогда не забуду, вот столько уважения было, вот именно уважение, вот на маму смотрел, что этот взгляд был направлен, предназначен для мамы, потому что, не знаю, у меня мама всегда, когда у папы всегда отглаженные рубашки, даже когда, после праздников, когда в отпуске, ой, когда в отпуске, папа там мог себе позволить оторваться, у папы всегда были выглажены чистые рубашки, носки, брюки выглажены, ну это потом вот такие были, которые были выглазить, а раньше носили такие кремплиновые, кремплиновые, трикотиновые, не трикотажные, а трикотиновые, кто моего возраста, те знают такой материал, кремплиновые, еще кремпленовые называли, я кремплин называла, кремплиновые эти, трикотиновые эти брюки были материалы поэтому обувь всегда начищена но за обувь по-моему я отвечала я потому что зимой мне нравилось чистить вот и печки сядешь крем от это щетками достанешь щетку к двери поднесешь она немножко подогреется в крем и потом начищаешь потом такая войлочная тряпочка была и до блеском тирала не знаю мне нравилось и как-то само собой разумеется за обувь отвечала я даже когда кто-то приехал приходит домой братом домашние помоешь грязь всю протрешь его запечка там недалеко от печки выставляла она просохнет и потом газетку расстелишь на газетку крем щетку и чистил обувь поэтому у меня у папы всегда была идеальная и обувь и одежда вот а свекор я никогда не помню что свекровка там куда-то в гости собираются чтобы она его рубашки подавала чтобы она ему брюки гладил или стирал и никогда не видела железнодорожные пути проезжаем три штуки вторые проезжай лада самара спасибо сказал еще вот и мне что всегда папе нравилось папа никогда никому не позволял про маму плохо говорить я этого не помню но мне маг мама как-то рассказывал давно еще в детстве у папы там перед папой два старших брата и вот видимо когда по молодости когда мы не поженились мама приехал туда к ним в аул мама-то городская была и какой-то дядька мой папин какой-то из братьев старших что-то про маму сказал моему папе что она там не знаю что и летом готовить не так или там что-то не так делает и мама говорит на дороге кто как хочет такие и мама говорит но мама-то стоял слышал что тот говорит вот твоя жена там что-то 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 общение не помню не сна даже а папа сказал ты со своей женой разберись со своей женой а сам разберусь и мама с такой гордостью то об этом говорил говорит чтобы там где-то что-то на одной в одной организации работали железно на железной дороге и папа говорит мама говорит там на работе что тоже бывает мама стрелочницей работала потом приема с датчиком потом до пенсии работала этим в солнце выглянула работала диспетчером и там на работе всякие же бывают там случаи производственные и там мужики допустим что-то там что-то психанут и папа там допустим тоже машниже и что-то мужики начинают возмущаться потом папе говорят вот твоя жена то что-то что-то он всем рот затыкал и говорил не смей про нее говорить если на догад если не права как я сам все разберусь дома а ты не смей на мою жену вот открывать вот это я понимаю мужчины пускай даже если может поэтому мама ему и прощала того то что допустим где-то он может где-то выпивал прям не святой не святой бывает как загнет трехэтажным хрен поймешь на чем говорит и даже куда-то допустим уходить выходила отпроситься папу мамы спрашивать маму за туда схожу она у папы спроси куда-то идти он мама говорит папа если разрешит значит пойдешь ой мам ну чё там это папа там там это что-то такое там она говорит нет подойди грунт спит там это мама как разбуди или когда проснется когда просит нет нет не тоже разбуди когда проснется спросишь и сам разрешит значит пойдешь хотя папа приходишь пап можно это туда пойду конечно лишь папе на дочке было а потом маме сказала ой блин вы запарили говорю папа мамы спроси мама у папы спроси на дороге блин здесь больший груз решил развернуться вот у нас так в семье было поэтому что папа или папа чтобы нам про маму что-то плохое сказал не в жизнь он нам вообще назвал моя молдаваночка или мама же смуглая ах ты моя молдаваночка мама такая вот и поэтому я со своего детства вот часто просто разговариваю рассказываю что допустим папа не умел пить и маме наверное спасибо за то что она что у нас об отце остались только хорошие воспоминания ничего плохого не помню хотя в жизни всякое бывало друзья мои и ругались они и по пьяни чуть ли не дрались понятно кто дрался вот я например не видел что папа маму пил первый муж про который рассказывал с которыми делили квартиру он такой знаете мамсик мамсик был вот мы когда уже переехали в квартиру я в апреле переехали а в июне я дочку родила и вот пятницу вечером мы уезжали дочку брали уезжали туда как севровки пятницу суббота воскресенье вечером приезжали там на сраной газе к нему не подъедешь что помочь там воды принести чтобы там вынести что-то теперь не перетащить тяжелое никогда там не дай бог папа с мамой видят папа с таким взглядом посмотрит вот тот раз вот в руках держит и сразу бросает понедельник вторник ну что ты будешь делать а там фональ что ли ремонтируют вот мне надо направо или там обаре или чё там или автобус сломался замерз наверное не надо сейчас налево повернуть ой направо повернуть блин налево ой с аварийкой еду вот ой красота моя на на этих как они называются когда на волосы веревочки привязывают черные веревочки болтаются ниже попой это вот микрорайон желтых как вымерло все как вымерло вот понедельник вторник среда дома на мы приезжаем опять на деда к нему не подойдешь потому что мама там политику против партии правительства правила не помогать ничего потом это среда четверг пятница лучшему уже нету надо там коврики вытрясти вытрясти надо пропылесосить пропылесосить надо по моему посуду помоет 22 два с половиной дня пятницу вечером уезжаем горный грант свекрови все это опять на несколько дней его как подменили вот и там допустим что-то кто-то там что-то про меня начинает говорить свекровка там что-то недовольное и он такой да вот мама делает а ты лежишь да а вот мама моя мама или вот там сноха его брата жена вот она делает ты не помогаешь такое а я допустим там ребенка кормлю второй муж надо отдать должное он на работе я про личную жизнь не говорю как вместе жили на работе вместе работали когда в училище и из капец горка оба и нам сразу развернусь пока из машин мало подстегнутся блин вот на работе он тоже защищал меня не то чтобы меня саму защищать ни от кого не надо просто или сюда встать поближе там сейчас машина набегут поэтому на работе там тоже я же баба принципиальная там когда кто-то что-то неправильно сделать я сговорю что ты не прав и потом начинаются рамсы вот и он тоже он прямо губы так подожмет и матом их от 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 стрига от отсекал это нужно отдать должное ему никогда плохо про меня не на работе никогда не говорил но зато любовница своей вот этой вот третьей жене который он сейчас живет наверное с ней живет ну видимо все рассказывал про меня потому что раз я как-то говорила он уходил приходил уходил приходил потом один пришел лежит спит ночью и городской радиотелефон звонит я беру трубку а там баба такая звонит это выпившая алла кадыра позови я говорю он спит позови сказала я его бужу а он туда на на блядке сходит он потом со мной не разговаривает там все в общем одеялом заткнется чтобы я к нему не допустим то не дай бог не прикоснулась неприкосновенное тело вот я его бужу на тебя вот а кто там трубку берет да ты кто такая а я рядом сижу на кровати слышно же она как ты такая ты чё ты обещал сегодня прийти включила о т.к. телефон убрал опять звонит опять берет дай ему телефон и он struggle ответит ч? эта не будет quan взял трубку да там уже не интересна была слушаешь или там ор geliyor он говорит не звоните сюда больше во кто такая я не знаю вас все lame жыл и на меня трёхэтажным матом Чего ты мне всяких каких-то придурочных даешь телефоны? Говорю, родной? Это он тебя по имени и отчеству все знает. И потом раз, и он отвернулся к стенке и лежит. Ну, опять звонок. Но надо было встать, отключить. Пацан рядом лежал, там возле дивана, там кресло-кровать было. Я думаю... Чего я раньше не выключила? Видите, волос какой, никакой. Раз, опять позвонила. Я трубку взяла. Она говорит, передай ему, что он такой сволочь, она умнау. Я беременна, на беременную кричать нельзя. Туда-сюда. Я сижу, молчу. Она говорит, как это он меня не знает? Ко мне ход, когда ты его выгоняла, он у меня жил, потом неделю поживет, потом к тебе уйдет, потом это самое. Он говорит, вот дома со мной живет. И то Зико, он меня Зико называл, сын Азиз, а Зико. Он говорит, то Азико, то Зико, блин, запарил, говорит. Я ее поэтому выгнала, я говорю, иди к своей Зико. Вот. Я молчу. Она говорит, а ты знаешь, что он тебя называет обезьяна в погонах? И знаете, с таким вызовом, что он тебя... но она в датой была хорошо. Что он называет тебя обезьяна в погонах? Я говорю, ну раз говорит, значит, значит, так и выглядишь, как обезьяна в погонах. Она помолчала, помолчала, говорит. А ты знаешь, что я молодая, а ты старая? А у нас тогда на... Мне было 39, вот 40 лет он уже, говорила же, на мой день рождения, он встал и ушел. Уже окончательно. Не окончательно так, на полгода уже. Мне было 39, а ей... Друзья, где-то на 3 или на 4 года младше была она. 34, сказал, или сколько там? Или 35, или 36. На 3-4 года разница была. Она говорит, а ты знаешь, я молодая, а ты старая? Я говорю, ну я очень рада за вас. Я говорю, ну я тоже как вы была, говорю. Вы тоже как я будете. Она мне на ты, и она на вы. Она раз промолчала. Потом говорит, а ты знаешь, что я красивая? Я красавица, между прочим. Я говорю, ну я очень рада за вас. Она так... Знаешь, он говорил, что ты стерва-стервой, а ты как раз нормальная баба. Я говорю, спасибо. Ну а что я могла, друзья, Тем более с пьяной женщиной разговаривать. Да даже и с ней, с пьяной. Ругаться, материться, доказывать что-то. Вот. Поэтому в этом отношении... Конечно, он рассказывал, что мы там в милиции вместе работаем, что там про меня все рассказывал. Вообще не уважаю мужиков таких, которые уйдут другим, потом начинают им рассказывать про бывшую, что она такая, сякая. Ну ты с такой-сякой же и жил. И вот наши общие знакомые, общие коллеги, которые вместе работали, его друзья, вот общие знакомые, они все, вот как ни встречу, все удивлялись, говорили, блин, у одного другу ходили к Бахачану, к семейному другу. Мы с ним работали до моего мужа, в райотделе, а потом мой муж перевелся с города Кентау сюда к нам. И как-то они в одном опорном участковом работали. И у него две дочки. Он взял женщину с дочкой, и потом она ему родила от него дочку. Две дочки у него было. И у моего мужа от первой жены две дочки было. Я сына родила. И все, все, все друзья его, все наши знакомые говорили, блин, Кадр, ты, говорит, вообще этот, настолько сын, говорит, похож на тебя, маленький, похож. Сына родила, родила, говорит, тебе, Зинаш. Там, говорит, две дочки, здесь единственный сын, копия, копия, говорит, твоя. По цвету кожи, по внешности похож, говорит. А ты, говорит, нос воротишь. Так он туда пошел, там она ему дочку родила, сейчас, так моему сыну он скоро 26 будет. Там, там дочери уже, наверное, 25. у меня сын, когда работал в жилской банке, и он как-то приходит домой, говорит, ну вот на этих, на депозитах, и смотрит, там его отец открыл счет на вот эту младшую дочь, на 2 миллиона, по-моему, не помню, не помню там. Я говорю, как ее зовут? Он говорит, мама, мы не имеем права смотреть данные, тем более кому-то разглашать. Я говорю, здрасте, как это кому-то, кому-то, маме? Он говорит, мам, все, просто там эти, когда депозиты смотрят, чтобы срок, когда подходит, процентная ставка, там, туда-сюда, пополнение, вот это все. И он, видите, что его фамилия вышла. Посмотрел, говорит, этот, он, депозит открыл. И я сына, понимаю, ему обидно было, а мне, друзья, как обидно. Я вчера про первый муж говорил, что как вот алименты он выменял. Даш, Надаш, я выпишу из квартиры, а ты откажись от алиментов. А этот просто ушел, просто, просто ушел. Потом его братишка, мой одногодка, приезжал к нам в гости, к сыну моему, к племяннику своему. И как-то, слово за слово, я говорю, вот твой брат не помогает. И он так вскинулся, говорит, как не помогает, мой брат, вам каждый месяц перечисляет деньги. У меня такие глаза. Я говорю, мне? Он говорит, да. Я говорю, кто сказал? Он говорит, он сам сказал. Я спросил, говорит, там ходишь? Он говорит, нет, я не хожу. Я говорю, просто сыну деньги отправляю, и все. Я говорю, мужик, позови моего сына и спроси у него, он видел отца или не видел, или ты хоть копейку получил? Он на меня так посмотрел, говорит, или ты меня первый год знаешь, говорю, вот на Нурсен хлеба взяла, говорю, у нас мусульмане хлебом клянутся, на Нурсен, вот, чтобы хлеб меня прибил. Он развернулся, ушел, потом через несколько дней приходит и говорит, Женге, ну, он как-то тогда на моей стороне был, и он говорит, я, говорит, пришел к брату, и говорю, брат, ты почему обманываешь? Я вот у Зинаши был в Женге, говорит, она сказала, что ты копейки не даешь ей. Там же твой единственный сын, это мой племянник, у тебя дочке там замуж выйдет, уже чужую фамилию возьмут, это наша фамилия, это наша кровь. Ты почему, говорит, меня обманывал, что ты ей помогаешь, говорит, что сыну помогаешь. И так, знаете, приятно стало, что кто-то за тебя слово молвит. Я говорю, он что сказал? А он сказал, да нет, я не деньгами, я на книжку ложу, когда ему 18 лет исполнится, я ему эту книжку отдам. Так что мой брат сказал, что он книжку, деньги на сберкнижку кладет, и этот, сыну отдаст. Я говорю, ну понятно. Ну вот, когда 11 класс закончил, сын хотел поехать в Чехию учиться, а там нужно было разрешение, в 16 лет же, там нужно было разрешение от нотариально заверенное, что оба родители, что отец не против с матерью, что на выезд за границу. Я его позвала, там нужно было 2 500 заплатить за доверенность. Он там адрес сказали, все, и этот, нотариус говорит, 2 500, и он там, сын так сидит, и он говорит, сын, пойдем на улицу покурим, он говорит, я не курю. Ну пойдем на улицу поболтаем. Развернулся, ушел, даже 2 500 не заплатил. Это отец хранительной работы, у меня своих денег хватало, я заплатила, вышла. Вот. И 16 прошло, в 16 он видел, и 18 прошло, и 20 прошло, и сын в университет поступил, закончил. Сейчас вот 26 лет будет. Все. Поэтому. Кукушки, кукушки. Кукушки не только женщины бывают, но и мужчины бывают, кукушки. Поэтому я, друзья, ни на элемент не подавала, ничего. Бог ему судья. Я так считаю. Мы без его денег прожили, жили, живем, и будем жить без его денег, без того денег. вот такие, друзья, дела. Ладно, пойду я. Пойду, посмотрю, что скажет мэн. Все, давайте, ваш изенаж. Продолжение следует... Продолжение следует...